Москва Александр, Александр, этот город наш с тобою, Стали мы его судьбою и вглядись в его лицо, Что бы ни было в начале, Утолит он все печали, Вот и стало обручаемо нам садовое кольцо. Москву рябины красили, Дубы стояли князями, Но не они, а ясени Беспродусу росли. Москва не зря надеется, Что вся в листву владеется, Москва найдет, надеется, Хоть краюшек земли. Александра, Александра, Что там бьется перед нами? Это ясен с семенами Крутит вальс над московой. Ясен с видом деревенским Приобщился к вальсу левским. Он прольется, Александра, Он надышится москвой. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, Но беды все и горести Слонялись перед ней. Любовь Москвы небыстрая, Но негерная и чистая, Поскольку бутеринская Любовь других сильней. Александра, Александра, Что там бьется перед нами? Это ясен с семенами Крутит вальс над московой. Ясен с видом деревенским Приобщился к вальсам левским. Он прольется, Александра, Он надышится москвой. Александра, Александра, Этот город наш с тобою, Стали мы его судьбою, И вглядись в его лицо, Чтобы не было вначале Ударить дом все печали. Вот и стало обручаем Нам садовое кольцо. Вот и стало обручаем Нам садовое кольцо. В эфире программа «Споемте, друзья». И у меня сегодня звездный состав «Песни нашего века» проект. И Вадим Мещук, Валерий Мещук, Галина Хомчик, Дмитрий Богданов и Константин Тарасов. Здравствуйте. Добрый день. День. Утро-вечер. День. Утро-вечер. Потому что... Вы уже, точнее, «Песни нашего века» уже несколько в другом составе были в этой студии. Вместо двух братьев-мещуков был Александр Мерзоян. Сегодня Вадим и Валерий замещают с собой Александра Мещука. На теме имени... Александра Мерзояна. Это правильная оговорка. Александра Мерзояна. Оговорка по Фрейду. На самом деле мы действительно уже братья все. Вадим и Валерия Мерзояны. Да, Вадим и Валерия Мерзояны. И тем не менее, мне бы хотелось, чтобы вы еще раз, если кто-то из телезрителей к нам только недавно подключился, рассказали о том, что сие значат «Песни нашего века». Ну, мне кажется, Валик с Валерой уже... Мы в прошлый раз уже рассказывали, да, немножко? Да, мы еще хорошо... Давайте на новенького. Вообще, на самом деле, нас, я не скажу, гораздо больше, но было-то нас достаточно много в самом начале. Кроме отсутствующего сегодня Виктора Семеновича Берковского, еще... Александр Мерзояна. Нет, 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 подожди. Кроме отсутствующего Виктора Семеновича Берковского, руководил нашим хором еще и в начале его существования еще и Сергей Никитин. Участниками ансамбля были Олег Митяев и организаторы, в общем-то, всех наших побед на начальном этапе. Это Георгий Васильев и Алексей Ивашенко и Лидия Чебоксаровича. Вот первоначальный состав был такой. Чуть позже... И все есть присутствующие здесь. Да, и все присутствующие здесь, естественно. Мы тоже, так сказать, со дня основания ансамбля и сегодня присутствуем, сегодня с вами разговариваем, поем вам. Кроме того, в ансамбле были еще и Леонид Сергеев, Александр Мерзояна. Александр Мерзояна. И Лена Фролова. Кроме того, два контрабасиста, это Сергей Хутас и Виталий Соломонов. Вот такой большой... Если всех собрать, то просто студия не вместе. Это количество... Ну, поэтому частями так и ходим. Потом предосутствующие, Лена Фролова и Александр Мерзояна. С контрабасистом. И все будет. Может быть, надо сказать немножко об идее проекта, для чего вообще все это задумывалось. В какой-то момент мы попробовали петь хором, и это нам понравилось. Ну, была такая традиция петь хором в завершении традиционного дня рождения Висборра, 20 июня. В конце всех хором пели песни Висборра. И спонтанно у всех, наверное, одновременно возникла идея, они взяли вот самую классику, которая поется, пелась и все время продолжается петься вместе, спеть хором, вот таким вот хором бардов. Звездным составом. Звездным составом, да. Георгий Васильев нашел на это деньги, придумал схему, как все это раскрутить. И кажется, наш проект внес определенное оживление, да. Как нынче говорят, расшатал рынок. На нас стали ходить, и не только на нас, а еще и на другие концерты авторской песни. В этом смысле, мне кажется, наш проект был вовремя и сыграл свою роль. Он колоссально поднял интерес вообще к жанру авторской песни. То есть люди, которые ничего об этом не знали и понятия не имели о том, что это за песня такая, они вдруг услышали, что там красивые слова, красивые мелодии, что это действительно поется, что это шикарные песни, и можно это петь. И у нас просто появилось много поклонников жанра, тех, кто раньше этот жанр, ну, просто иногда отвергал. Мне хочется попросить перебить вас в рассказах. О песнях нашего века нет, поскольку мы... Мы сегодня об этом еще будем говорить. Перекаты. Ну да, ну вот мы зрителей призываем, как всегда, петь вместе с нами. Даже если у вас раннее утро, скажем, где-нибудь за океаном. Александр Городницкий. Все перекаты, да перекаты, послать мы их по адресу. На это место уже нету карты, плывем вперед по обресу. На это место уже нету карты, плывем вперед по обресу. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. В большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится. Но если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать мы их по адресу. На это место уже нету карты, плывем вперед по обресу. На это место уже нету карты, плывем вперед по обресу. Эту песню я первый раз услышала больше 30 лет назад в исполнении своих родителей на нашей маленькой московской кухне. И насколько мне известно, в основу, ну как бы первым требованием ко всем песням нашего века, ко всем песням, вошедшим в этот проект, самым первым требованием было, чтобы песня не меньше 20 лет была популярна. И пелось на кухне. И просто популярна. Вот многие путают популярность и хоровое исполнение. Потому что нам предъявляют претензии иногда, говорят, а вот почему вы не включили там песни Галича, а почему вы... Они же тоже популярны. Но дело в том, что невозможно Галича спеть хором. Во всяком случае, очень сложно. Ну сложно, Вим. А у нас шла речь все-таки о тех песнях, которые люди спонтанно лет 20 пели именно хором. Это было несложно, это было просто... Потому что можно было подыграть, можно было запомнить мелодию, можно было подпеть всегда. Но меня здесь не слышат. Я уже 7 лет говорю, что песни Галича на моей кухне мои родители пели. Может быть, они просто были немножко диссидентствующими, что ли? У тебя была элитная кухня. А вот как раз я хотела поинтересоваться. У вас же как в большом космическом, в длительном космическом полете очень немалую роль играет психологическая совместимость. Как вы умудряетесь вот всем озвученным Валерой Мещуком составом? Вы же ездите на гастроли, вы же готовите номера, у вас же вышло 6 дисков песен нашего века. Мы хорошо... Если уже сейчас в нашей маленькой студии возникли легкие разногласия, как бы мы... Нас, во-первых, хорошо загримировали, и синяков практически не видно. Они быстро заживают. А потом... Они пришел, они как раз в синяках. Они без грима, да? Они отстаивают свою точку зрения. Ну и сейчас у нас небольшой период релаксации, потому что когда мы пишем диски, вот тогда действительно у нас все тело в синяках, потому что самое сложное — это записывать песни. Там каждый знает, что он лучше всех знает, как писать эту песню. А мы в последнее время вот записали в прошлом году аж два диска, и сейчас такая пауза, мы пока не пишем ничего. Поэтому мы еще пока вот вполне себе в собранном состоянии. Вот когда будем писать следующий диск... Вот в чем парадокс, по-моему, заключается? А может, это не парадокс, а может, так и должно быть. Сколько бы мы не ругались вот на нашей там кухне-студии, мы когда выходим на сцену, и начинаем эти песни петь, и начинаем получать удовольствие от того, что поют зрители с нами вместе, с таким же энтузиазмом, мы все, мне кажется, становимся как дети. Вот из нас такой, такой единый радостный дух исходит, что всем от этого становится хорошо. Конечно, это об репертуар, сами песни нас сильно цементируют. И вот по поводу репертуара. В этом году отмечается юбилей Акуджавы. Это год, юбилейный год Акуджавы. Прошлый год был годом, юбилейным годом Акуджавы. И у вас очень много песен акуджавинских было подготовлено. С чем это связано? С тем, что Акуджава, он наиболее вот кухонно поющийся? Ну, конечно, он уж классик из классиков, которого хором-то как раз пело очень много людей, и поют, продолжают петь. А потом альбом Акуджавы, песен Акуджавы, который мы выпустили, записанный хором, он лишний раз это подтверждает, что хором Акуджавы очень даже хорошо поет. Мы не специально, мы выпустили действительно пятый альбом песен нашего века, посвященный 80-летию Акуджавы. Но в каждом из предыдущих альбомов были записи песен Акуджавы. То есть без них мы никак обойтись не могли. Ну и, наверное, давай попоем альбом Акуджаву как раз. Живописцы? Живописцы. Нет, живописцы. Да? А, давай живописцы. Ну, в принципе, тонализ не меняется, соль минор, поэтому ничего там страшного нет. Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов орбатских и в зарю. Чтобы были ваши кисти, словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Чтобы были ваши кисти, словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской. Поставая пусть качнется, как качнется. Пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется, Что гадать нам удалось, не удалось. Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется, Что гадать нам удалось, не удалось. Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, Нашу осень, нашу дину и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, Я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, Я потом, что непонятно, объясню. Как технически все это происходит? Кто предлагает аранжировки? Тут все очень просто, аранжировка Вадима Мещука. В данном случае, да. В данном случае. Нам она так понравилась, Просто они эту песню поют уже много-много лет, Именно в этой аранжировке. И мы просто нагло у них вот эту аранжировку Заимствовали. Да ладно, нагло, это не нагло, не нагло, да. На законах оснований. А вообще вот музыканты... Я думаю, мы ее обогатили. Конечно, конечно, конечно. Нет, ну вот наши главные музыканты, Которые, собственно, все это и создают, Вадим Мещук, Дима Богданов, Костя Тарасов. Вот три гитары, наша основа. Слава назову их. Да. Они фонтанируют идеями и создают вот эти замечательные аранжировки. И все это вами подхватывается, Невзирая на разнообразительные догласия. Нет, нет, нет. Происходит от всех, И как раз вот в спорах и рождается истина. Да, Верковский потом все бракует. Да, Верковский потом все бракует, Говорит, нет, все не так, надо по-другому. И вы возвращаетесь к первому варианту. Как Чапаев, знаете. Ну, я бы не сказал. Но мы иногда его постепенно примечаем к какой-нибудь мысли. Он говорит, да, слушайте, вот это хорошо. А что раньше не сказали? Плавно, потихоньку, постепенно. Я понимаю, что Акуджава звучит больше всех прочих бардов в песнях нашего века. Наибольшее количество песен Акуджавы. Сейчас. Но судя по тому, что пятый диск полностью посвящен Акуджаве, кто еще из... Вот прозвучала песня Городницкого, прозвучали песни Акуджавы. По наибольшему количеству авторов, кто звучит в песнях нашего века? Дело в том, что сейчас вот год Акуджавы, мы просто поем такую программу. Мы стараемся как-то менять программы, разные поем. Был период, когда мы представляли себя сольно. У нас одно из отделений состояло из того, что каждый пел что-то свое. А потом уже мы объединялись в хор. А сейчас мы поем целое отделение Акуджавы. Поэтому Акуджавы и много звучит. Кстати говоря, я прости, Дим, что перебиваю. Вот мы когда сейчас ездили по Америке с сольными гастролями, народ просто жалуется там, говорит, ну что такое, песня века Акуджавы нам никак не привезут. Поэтому, в общем, нам очень хочется действительно привезти целый концерт песен Акуджавы. Кто знает, может, оно и... Давайте задержимся пока. Нам хотелось бы сегодня все-таки еще попеть Акуджаву. Безусловно. Давайте споем еще. Давайте, да. Про Моцарту. Про Моцарту давайте споем. Значит, правильно. Моцарт на старенькой скрипке играет. Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечество не выбирает, Просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, Наша судьба то гульба, то больба. Не оставляйте стараний, маэстро, Не убирайте ладони со лба, Не оставляйте стараний, маэстро, Не убирайте ладони со лба, Где-нибудь на остановке конечной Скажем спасибо этой судьбе. Ах, ничего, что всегда, как известно, Наша судьба то гульба, то больба. Не расставайтесь с надеждой, маэстро, Не убирайте ладони со лба, Городки наши летают молодые, Микры развеются, как на кострах. Красный концов, башмаки золотые, Белый парик рукава в кружевах. Ах, ничего, что всегда, как известно, Наша судьба то гульба, то больба. Не обращайте внимания, маэстро, Не убирайте ладони со лба, Не обращайте внимания, маэстро, Не убирайте ладони со лба. И еще не хочется далеко уходить от творчества маэстро Акуджавы. Скажите, пожалуйста, только ли американские зрители и слушатели Просят исполнять Акуджаву? Или ваши гастрольные поездки свидетельствуют о том, что наиболее пока еще до сих пор востребованный автор? Ну вот, по крайней мере, наши гастрольные поездки по России и по ближнему зарубежью Свидетельствуют о том, что Акуджава очень востребован, потому что на эту программу Песни Вулата Акуджавы, а второе отделение мы поем, так сказать, концерт по заявкам, То есть то, что любят наши зрители, Она очень востребована, и залы собираются полные по-прежнему. Мне кажется, что это говорит о том, что мы правильно все сделали. Ну, особенно вдохновляет то, что вот у нас такое довольно академическое первое отделение, Там нет такого, хотя вот сейчас мы споем одну песню Акуджавы, такую задорную, да? Но Акуджава все-таки лирик в первую очередь и философ. И вот все первое отделение, оно такое вот, такой академический концерт. И публика, затаив дыхание, слушает и поет вместе с нами. И это нас очень вдохновляет. Что мы не только вот для того, чтобы подрыгаться под ритмичные бардовские песни, Но еще немножко подумать о жизни. Я бы не сказал, ты говоришь, академический концерт совсем не академический. Он просто душевный, теплый и некрикливый, будем так говорить. Потому что, ну как, авторские песни... Он достойный. Да, авторские песни свойственны, в разных жанрах себя показывают, так сказать. Ну, не уходу на фрагах. Драма, комедия, ирония и так далее и тому подобное. И, кстати, и в первом отделении это все присутствует на самом деле. Сколько всего стран объезжены с песнями нашего века? Ну, мне такой подсчет вроде бы как... Нет, если считать все бывшие республики Советского Союза... Да, 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 которые уже отдельно взяты из страны. Ну, мы были, по-моему, разы три в Америке в письме века, да? Четыре. Четыре. Да, да, в республике Советского Союза. Здесь Мазаяна не хватает, он бы сказал, что пешком на наши русские земли. Да, еще на русские земли это Израиль, да? Да, разы три в Америке, по-моему, были, да? Тоже четыре. Четыре раза в Америке, да? Да, да. В Германии были, да? В Германии были, да. В Латвии, в Эстонии. В Казахстане. В Казахстане, но в Украине неоднократно. В Белоруссии. В Белоруссии и так далее. В общем, может, что-то и забыли, да. Ну, и в России почти во всех городах. Были в Кишиневе один раз, кажется? Нет. Кишиневе. А, я пролетом там был. В Кишиневе. В Песне нашего века, я помню. В Песне нашего века услышали, ну, в любом случае, хотя бы в телевизионном и в радиоисполнении все наши русскоязычные сограждане, нынешние и бывшие. На Ваш взгляд, чем вызван, слава Богу, все возрастающий интерес к авторской песне? Я понимаю, что Вы огромный вклад внесли в это. Нет, ну, не мы. Мы огромный, да. Я думаю, что это не мы. Это не мы, да. Нет, это скромничали. Это песни внесли вклад. Конечно. Песни. Мы просто их, так сказать, мы ретрансляторы, да. Как это называется. Мы радио. Мы их транслируем, эти песни, да. Я Вас подвожу с природной Вашей скромностью к тому, чтобы Вы, скромно, опять же, потопившись, сказали, что песни нашего века, сам проект родился от того, что слегка подувял интерес к авторской песне. И вот сейчас это действительно так, или я надумываю? Нет, ну, Дима об этом говорил. Да, вот я как раз от Димина слов и отталкиваюсь. Нет, ну, не к тому, что он так уж сейчас очень сильно возрастает, но он, слава Богу, не угасает. Вот это нас радует. Пока будет существовать гитара, пока будет существовать голос и что-то там в голове, что может сочинить песни, это будет вечно. Но, конечно, без ложной скромности надо сказать, что проект «Песни нашего века» сделал некоторый скачок в организации этого жанра. Вот просто после проекта «Песни нашего века» уже и другие, как бы, ассоциации авторов или программы строятся немножко по-другому, уже по другим принципам, более цивилизованным, более профессиональным. Ну, по-другому, знаешь, сам творческий процесс не угасает. А вот, может, клубы авторской песни, когда были там в каждом городе по 10-15 клубов, конечно, это все уже стало немножко по-другому. Один-два, да. Но тем не менее существуют и клубы существуют, может, их не так много, как было, и существуют фестивали авторской песни по всей стране. И за границей в том числе. В том числе гораздо активнее. И в Израиле, да. В том числе, в том числе, в той же Германии, да. Я не так давно была в «Гнезде глухаря» на конкурсе, который какая-то наша радиостанция, сейчас не вспомню и не хочу, чтобы меня лишний раз обвинили в рекламе радиостанции, организовывала. Огромное количество совершенно незнакомых лиц пришли на этот конкурс, чтобы показать свое творчество в жанре авторской песни. То есть я понимаю, что это все номерло. Честное слово. Пусть даже будет это непрофессионально у многих. Ты еще про спорт забыл. Да. Так что слава богу, что у нас нас есть поголовно поющих извозчиков. Вот, вот, вот. И отходя, и пишущих извозчиков. Как сказал Андрей Кнышев, наша страна читает за поем, поэтому у нас страна поголовного литературного алкоголизма. И возвращаясь к Акуджаве, от которого мы все-таки с вами в процессе беседы немножко отошли, я хотела бы попросить вас еще одну Акуджавинскую песню, а именно «Божественную субботу». С музыкой Виктору Беркопсу. Это интересно, да. Ну, тут маленькую историку расскажу, как это происходило. Вообще, есть такая, такой анекдот среди барда входит, что Акуджава не любил, когда сочинял кто-то музыку на его стихи, и дозволял это только Исааку Шварцу, и прощал Виктору Беркопску. Это вот такой анекдот. На самом деле, я был свидетелем, как Булат Шалыч в компании пел песни, которые, музыку, которым написал Беркопский. А вот эти стихи, которые мы сейчас споем, были специально начитаны поэтом Беркопскому диктофончик на речке Гавы, на турбазе Дома ученых, где отдыхали такие замечательные, великие ученые, как Булат Шалыча Куджава с семьей, Зиновий Ефимович Герт, герой стихотворения, который сейчас прозвучит, которого все там называли «Зяма». «Божественная суббота» или история о том, как нам с Зиновием Гертом в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться. Божественной субботы хлебнули мы глоток, от дома и работы укрылись на замок. Ни суетная дама, ни улиц мельтешня, нас не коснувся тяма до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз на этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут невзгоды, но главное в другом. Божественной субботы нам терпкий вкус знаком. Ведь это все любви и счастливые моменты уже готовит старость в свой непременный суд. «А много ли нам досталось за жизнь таких минут?» На пышном карнавале торжественных невзгод. Мы что-то не встречали в божественных суббот. Бируй, мой друг, сердечный, сдаваться не спеши. Пока течет он грешный, неспешный пир души. Дыши, мой друг, свободой, кто знает сколько раз еще такой субботы, еще такой субботы. Божественной субботы наша верка дарит нас. Какая дивная песня. Кстати, я эту песню слышу первый раз почему-то. Удивительно. Вам повезло. Я всегда завидую этим людям, кто слышит такие песни в первый раз. Я считаю, что это одна из лучших песен Дверковского. Ну, по крайней мере. Нет, просто у меня она одна из любимых. Мне очень нравится. Дмитрий сказал, что концерты очень часто заканчивались песнями Висбора, хоровым исполнением. И что от хорового исполнения песен Висбора и родилась, собственно, идея проекта «Песни нашего века». Что еще из песен Висбора поется в этом проекте? Ну, вот, кстати, к вопросу о том, кто наиболее поющийся. Ну, вот второй, наверное, по рейтингу, по количеству песен спетых в этом проекте, это, конечно, Юрий Висбор. Ну, да, это поемчик. Да. Лирическая песня. Да. Лирическая. Ты у меня одна, словно в ночи луна, Словно в степи сосна, Словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой, Нет за туманами, дальними странами. Вы не провода в сумерках города, Вот и зашла звезда, Чтобы светить всегда, Чтобы гореть в метель, Чтобы сбили с постели, Чтобы качать всю ночь, Музыка. 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 Ты у меня одна, словно в ночи луна, Словно степи сосна, словно в годовом леса Нет другой, 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 ни за какой рекой Нет за нами, дальними странами Господа, авторы и исполнители, скажите мне, пожалуйста На ваш взгляд, действительно ли поэзия, в том числе поэзия авторской песни Разделяется на женскую и мужскую поэзию? Справедлив ли такой подход? Вот пусть мужчины скажут У меня есть своя точка зрения, знаю, сейчас Или поэзия, она неделима по такому принципу Исполнители все-таки поют больше женской поэзии Нет, ничего подробного Нет, у меня наоборот Если поставить на две чашки весов то, что у меня есть в репертуаре То все-таки, как это ни странно, того, что написано мужчинами Я вот не побоюсь этого слова Не просто мужской поэзии, а того, что написано физически мужчинами У меня больше Но вообще, вот я, например, для себя определяю существование, в принципе, поэзии И не поэзии Неважно, кто ее написал Есть поэтическая строчка, а есть графомания Вот поэтому поэзия, мне кажется, что она не имеет принадлежности По качеству к мужской или женской По полу Вернее, по полу По полу Да, совершенно верно Она имеет принадлежность только по качеству По степени таланта Я подумал, что есть определенная дискриминация Видишь, Галя, 70% мужских песен поет А сколько процентов женских песен ты вот лично, Вадим Мещук, поешь? Я? Женских песен? Ну, да Ну, одну поешь, давай споем Песня, это хорошо Женскую песню, да, они поют Мужским хором женскую песню Это мы включили песню в третий диск песен нашего века Классика нашего жанра Это действительно поэт Она в первую очередь поэт Новелла Николаевна Матвеева Она же и получила государственную премию Одна из немногих из нашего жанра Кто получил государственную премию в области поэзии И вот ее песня звучит в проекте «Песнь нашего века» Какой большой ветер Напал на наш остров С домишек сдул крыши Как с молока пену И если гвоздь к дому Прекрат концом острый Без молока сразу Он сам пойдет в стену Сломал ветлу ветер Саду сравнял гряды Аж корешок редкий Из почвы сам вылез И подкатясь боку К соседнему саду Чужую образ грядку Из трубы там вылез Аж квал унес в море Десятка-два шлюба А рыбакам горе И раскрыть труба Субтитры создавал DimaTorzok Ах, какой Виктор Ты глядишь вверх Ты сильный шпилка И ни в какой силы Тебя нельзя скромнуть Скорей ни в том слезе Ты со своего трога Какой большой ветер Напал на наш остров С домов сорвал крыши Как с молока пену И если гвоздь к дому Пригнать концом острым Из молотка сразу Он сам пойдет в стену Какой большой ветер 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 Я к чему веду? Дело в том, что первый выход в эфир у нас в первые дни мая намечается Соответственно, май у нас ассоциируется исключительно с мир, труд, май С чем у вас ассоциируются майские праздники? С выходными, с чем у вас ассоциируются майские праздники? С фестивалем Пущино С фестивалем Пущино есть Давно, уже лет 20, Пущино там замечательный фестиваль Ансамбль авторской песни, так он назывался вначале, немножко можно прорекламировать, не страшно, поскольку это связано с авторской песней Мы же тоже ансамбль И мы там встречаемся вместе весну, на шашлыках, песни поем Если надо что-нибудь такое, ура комсомольское спеть, мы поем песню Виктора Берковского Ну, стихи доходила Светлова Поехали Шагом вымчались двоя, и яблочко песню держали в зубах Ах, песенку эту, да ныне хранит Трава молодая, слепной полнохи Но песню иную о дальней земле Возил мой приятель с садою в земле Он пел, озирая, родные края, Гренада, Гренада, Гренада моя Песенку эту, песенку эту, твердил наизусть Откуда у хлопца испанская грусть Ответь, Александровский Харьков, ответь Давно ли по-испански мы начали петь Я хату покинул, пошел воевать Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать Прощайте, родные, прощайте, семья Гренада, Гренада, Гренада моя Включаясь, мечтая, постичь поскорей Кровать и другая Язык, батарей, восход поднимался И падал опять И лошадь устала с дитями скакать Но я, внучка, песню играла с кадром С мычками страданий на скрипках времен Где же, приятель, песня твоя? Гренада, Гренада, Гренада моя Тело на землю сползло Товарищ впервые оставил седло Я видел над трупом склонилась луна И мертвые умы шепнули Гренад Там дальнюю область За облачный плес Ушел мой приятель И песню унес С тех пор не слыхали Родные края Гренада, Гренада, Гренада моя А грязь не заметил Потери бойца И яблочко песню допел до конца Лишь в понеду тихо сползла Поголя на парк от заката Слезит годождя Новые песни придумала жизнь Не надо, ребята, а песни тужись Не надо, не надо, не надо, друзья Не надо, не надо, не надо моя Я просто хочу сказать Дело в том, что, как и любая хорошая песня В том числе и авторская Она никакому празднику не относится Это абсолютно точно Ну, квинтэссенция советской песни Хотя она ярко выраженная автор Она совершенно романтическая Не познает историю своей песни Не, на истории много разных Ну и коротенькую, маленькую Поскольку нас смотрят в Америке Может быть, там и смотрят эту передачу Вспомнят, вспомнят Да, была такая история Приехали мы с Виктором Семеновичем в Америку И одна женщина, которая встречает его Говорит, Витя, все-таки, ну вот зачем вы написали вашу гренаду? Она работала во дворце пионеров Детей учила маршировать Чтобы они там партии правительства Цветочки на съездах правильно выручали И она говорит Вот, Витя, зачем вы написали вашу гренаду? Очень детям было трудно под нее маршировать Берковский среагировал мгновенно Надо было, говорит, на лошадях попробовать Ну, я воспринимаю эту песню как песню о надежде В первую очередь Не о каких-то... На светлое будущее Да, да, да В той же Америке один молодой человек Так, после исполнения этой песни сказал Ще не вечер, Виктор Семенович Еще победит наш, но по сараду Скажите, пожалуйста, все взрослые люди Все семейные люди Мы уже неоднократно сегодня в программе Упоминали, что были там, были там Были здесь, были здесь Как ваши домашние относятся к вашим Многочисленным поездкам И я так понимаю, что дома вы бываете Намного меньше, нежели на гастролях Не мешает ли семейной жизни? Я боюсь, что, понимаете, они уже настолько привыкли Что если мы остаемся дома Вот это, что и мешает Это будет гораздо хуже Чем уже сила привычки Нет, на самом деле мы иногда их берем с собой Кто-то, когда есть возможность У нас, так сказать, финансы позволяют Мы берем домашних с собой Нам приятно И хорошо, и нам приятно Не вспоминаются поездки, скажем так, 10, 15, 20-летней давности Ой, как же легки были на подъем А вот сейчас уже сложнее Или просто вот как вошли в такой ритм жизни Как вошли в такой режим Так он и держит Да нет, возраст, конечно, уже не тот Уже тяжеловато Мы с тобой давно уже А вот и легка на подъем Да, легка на подъем Но потом садиться трудно Мы с Вадимом, например, считаем себя романтиками-домоседами Это у нас такая категория А я тебя считаю романтиком с любящим комфортом А, вот-вот Три звезды там Вот-вот Вообще, наверное, знаете, палатка, чтобы там был душ и телефон У тебя, наверное, появился у всех, да? Но душа не в каждом палатке И что вокруг песни не пели еще Да-да, вот-вот Для максимального комфорта Ну, в любом случае Я понимаю, куда вы клоните Ну, конечно, конечно, не мальчики уже Слава Богу Вот туда, собственно, и клоним Но все-таки романтики Я уверен в этом И вот мы хотим Давай споем песню Как мы говорим, последнего романтика Юрия Делунг Мы с тобой давно уже не те Мы с тобой давно уже не те Мы не живем делами грешными Спим в тепле Не верим темноте А шпали на стену повешены В нашей шхуне сделали кафе На том бубушку исковеркали Построчен порох фейерверками На катапал пошел на вет Мы с тобой давно уже не те И нас опасности не балуют Кэм попал в какой-то комитет А вот он служит вышибалою Нас теперь не трогает роса На парусах уж не разляжешься И стенопильщик разгулявшийся На транспаранты паруса Мы с тобой не те уже совсем И все дороги наказаны Спим в тепле На средней волосе Избрали город вечной базой Знаю, нам не пережить зимы А шхуна словно пес на привязи Кривая никуда не вывезет Но море ждет нас, черт возьми Море ждет, а мы совсем не там Такую жить пошлем мы к лешену Вот смотри, ты будешь капитан Нацепим шпаги потускневшие Мы с тобой пройдем по кабакам Команду старую разыщем мы А здесь, а здесь мы просто лишние Давай команду и капитан Мы с тобой пройдем по кабакам Команду старую разыщем мы А здесь, а здесь мы просто лишние Давай команду и капитан Вот возьми, и это то самое море Которое в названии песни Юлия Кима Черное море Но мы к этой песне сейчас переберемся А пока я хотела поинтересоваться Вы уже были в нашей студии все Галя была уже дважды Галя третий раз Все остальные по второму заходу Тем не менее, каждый раз, когда приходят авторы и исполнители На наш эфир У всех какие-то воспоминания Светлые и радостные Связанные с гастролями Обязательно Кто-то Леонид Сергеев вспоминал Какие-то развеселые истории Вот, кстати, по поводу Леонид Сергеев Вы обещали рассказать какую-то дивную историю По секретам Нет, я вам расскажу про Леонид Сергеев Потому что Дело в том, что мы Про отсутствующего здесь Пока можно Поэту что-то не надо Поэту не надо У меня, Леонид Сергеев Свои истории Потому что Леонид Сергеев Когда был в песнях нашего века Он стоял вот по левую руку от меня И, соответственно, мы с ним на гитарах не играем И мы все время друг с другом общались Ну, мы в песнях все время общаемся как-то друг с другом Передаем содержание Вообще, левое крыло у нас ужасно выглядит Я стою по центру Распущенный Совершенно распущенный Почему-то сегодня абсолютно спокойный Константин Тарасов На сцене творит что-то невероятное Он рассказывает анекдоты Да, на сцене Константин это нечто, конечно То есть я теперь любуюсь к Константином А нет, у меня еще Мерзоян теперь, значит, пеет Константин А вот до этого, когда у меня стоял Леонид Было две замечательные истории Вот одна из них Леонид солировал в песне «За туманом» Вот то, что Костя у нас там поет Понимаешь, это странно Очень странно Но такой уж я законченный чудак Значит, Леня Сергеев, сколько ни пел эту песню Он не мог запомнить, какой все-таки он чудак Потому что он пел замученный, задумчивый, растерянный, испорченный То есть какого чудака мы только не слушаем Загадочный Дело в том, что Леня же автор, понимаешь Да, да Он не мог просто так механически Он пропускает через себя все это В зависимости от настроения чудак был разный Дело в том, что все учатся у Берковского Который, у него такая болезнь Я все-таки 25 лет с ним вместе Прошу прощения И у него такая болезнь Он забывает слова, но он тут же придумывает новые Причем удивительные совершенно Это не болезнь, это талант Я просто закончу, чем кончилось это творчество Ленина Значит, тем, что в конце концов Мы когда репетируем, там звук отстраиваем Все ушли со сцены Перед началом концерта я взяла такую бумажку крупную И вот на монитор подзвучки, который перед Леней прям стоит Я черным фломастером жирно написала Законченный И приклеила ему на монитор Значит, Леня среагировал так Ну, как мог, среагировал, когда вышел и увидел это А вот контрпасист так до конца концерта и не понял Что там законченное Он потом спросил, а что это? Пропусти все Ну да, у них рядом, потому что они рядом стоят Пусть делают, что все законченные А другая история с Леней была От которой я до сих пор, когда эту песню пою Я вспоминаю Сергеева Потому что у нас мы пели песню «Вечер бродит по лесным дорожкам» И там есть женский куплет, который мы пели С такими словами «Не смотри, ты так неосторожен, я могу подумать что-нибудь не то» Так вот, поскольку Сергеев не поет, но он творческий, как Валера правильно сказала Он на этих словах «Не смотри, ты так неосторожно» Значит, он смотрел на меня И корчил Так неосторожно И корчил такие лица, что я практически кололась Потом в какой-то момент я поняла, что нельзя колоться Я буду смотреть прямо, я не буду видеть Сергеева Так Сергеев тогда сделал так Я прошу прощения, значит, он вот так вот вышел за микрофон, за свою стойку Вот с моей стороны, вот так вот вышел, посмотрел на меня и показал мне Так как неосторожно Насколько не осталось Это было все Я не выдержала Мне вспомнилась маленькая история с одним из наших авторов Который иногда с нами выступает в наших программах Дмитрием Антоновичем Сухаревым Он читает иногда стихи, посвященные Висбору Дочерям Висбора И там он как бы лирический герой этого стихотворения Пишет от первого лица И одна из стров должна была начинаться там специальными словами Он их забыл А в зале сидела жена Аллы Викторовна Сухарева И она на весь зал, а он забыл, теряется, она на весь зал кричит Старый хрыч! Он так, а, старый хрыч, животом от висла Да, хорошо Главное напомнило А я вам хочу напомнить, что вы обещали сегодня спеть «Кимуское черное море» Тем более, что время подошло Кстати, у кого-то май с фестивалем ассоциируется А у меня, например, все-таки с поездкой в теплые страны и на моря Очень хочется Галь, ты же сейчас поешь в Австрию Я уже там была А, нет, подожди Чтобы пока пробирать Там нет моря Не рассказывай, да, в Австрии нет моря, там горы Мы в море даже Чудное море Черное море О, этот блеск плюс Блеска близкой волны Мы окунулись раз В Черное море А, а, и оказались Точно негры черны О, это счастье Размозданный лени Возьмите все, 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 все у меня Только оставьте мне капельку тень О, холодного пива И горячего дня О, это пиво О, эти вина О, это чак, чак, чак Значит, шум в голове Мы их не выпили И половину О, о, значит, осталось Дотянем Москве Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!